В сегодняшнем ролике мы с вами обсуждаем план работы на винограднике на июль месяц. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь по призванию. С нами выращивание винограда понятно и доступно. Самые важные работы, которые нам предстоят в июле, это профилактические обработки против грибковых заболеваний. Напоминаю, что болезнь всегда легче предотвратить, чем излечить. Тем более, что погоды у нас сейчас идеально грибные. Идеально для того, чтобы на винограднике развивались болезни. И чем ближе мы будем идти к созреванию, тем эта вероятность будет повышаться. Потому что наши виноградные лозы настроены на урожай. И все свои силы они будут отдавать на урожай. Наша задача их защитить, поэтому обязательно проводим обработки. Правильные, идеальные схемы это 4 обработки от аидиума и 3 обработки от мильдзиума. Я, конечно, надеюсь, что вы смотрите наш канал и уже какие-то обработки провели. Но если вы вообще ничего не проводили, вот сейчас у нас закончилось цветение, уже начинает наливаться ягода. И сейчас прямо такое вот, ну самое время заражения кустов. Тем более погода. Стояла жара, вот вчера пошел дождь, сегодня очень пасмурно и даже на самом деле немножечко накрапывает. Опять же, идеальная погода для мильдзиума. Так вот не надо ждать, пока на вашем винограднике начнутся болезни. И потом хвататься за голову, ай-яй-яй, как спасти. Бывает реально, что спасать уже практически нечего. Болезни поражают не только листья, но и ягоду. Поэтому, если вы вообще ничего не проводили, то вот буквально вчера надо все это делать. И смотрите, как мы обычно делаем, да, наша схема обработок. Мы обрабатываем перед цветением, после цветения и потом еще примерно через 10-14 дней после второй обработки. Но вот сейчас погода, повторю еще раз, очень грибная. И поэтому вот если вы сейчас обработали, как бы, ну вот обработка после цветения. И видите, что вот такая вот стоит мокрота, то, ну, не надо стремиться к максимальному сроку, к максимальному интервалу дней вот через 10, ну, через 14 прям чуть ли не кровь из носа надо обработать для того, чтобы растение защитить. Если бы у нас стояла такая хорошая сухая погода, то, в принципе, там немножко можно интервал и подрастянуть. Ну, мы смотрим по ситуации. И если вот у нас вообще будет стоять такая погода, то вполне возможно, что нам придется провести еще одну дополнительную обработку. Опять же, для чего? Для того, чтобы защитить наш виноградник и для того, чтобы получить хороший здоровый урожай. Единственное, как всегда, важно с обработками учитывать сроки до сбора урожая. Ну, у нас еще только начало июля. Наш урожай мы будем собирать, я думаю, что не раньше, чем середина августа. Поэтому времени у нас еще более чем достаточно даже провести, например, три обработки. Условно, сегодня 2 июля мы провели обработку. Через 10 дней это будет 12, через 10 дней, 22, да, еще так успеваем. То есть, нормально мы все успеваем. Как всегда, касательно препаратов. Бесконечные вопросы, а какие препараты, а что мне купить? В разных регионах препараты продаются разные. И к чему у вас есть доступ, я не знаю. Вам в помощь я оставляю таблицу по препаратам. Это таблица американская. Первая часть таблицы – это развитие устойчивости. А дальше смотрите, пролистывайте ниже и смотрите, там есть название препаратов. И то, насколько они эффективны, против каких заболеваний. Вот это смотрите, а дальше просто ищите, где купить эти препараты в вашем регионе. Что-нибудь, да, найдете. Тем более, что если вот взять в Беларусь, да, у нас промышленных виноградников нет. Поэтому у нас выбор препаратов очень сильно ограничен. В России, в Украине промышленные виноградники есть. И поэтому там гораздо больше зарегистрированных по винограду препаратов. И найти их тоже гораздо проще. Вот можете по табличке посмотреть, поискать. Второй вариант, как и что можно поискать, это открывайте сайты производителей. Например, БАСФ, например, Сингента, например, Август. Находите культуру винограда, и там вам будет весь спектр препаратов, который может по этому самому винограду работать. Еще пару слов по обработкам. Смотрите, какую картину вы можете увидеть. Вы вроде бы совсем недавно эту самую обработку провели, а потом, мол, поведите вот такую картинку. Это мельдью. Ну, а обычную мельдью здесь белый пушок, а здесь оно прижженное. То есть препарат, который мы недавно, несколько дней назад обрабатывали, он вот эту мельдью приостановил. И если бы у нас сейчас стояла хорошая погода, то, в принципе, мы, опять же, нормально выдерживаем. Интервал между обработками, ну, а мы понимаем, что погода реально грибная. Даже сейчас я снимаю, уже стал капать мелкий дождик. Соответственно, вот это мельдью, оно пока что приснуло. Надо его чем-то добить. И вот здесь хорошо было бы поменять препарат. Например, мы против мельдью обрабатывали Орвега. А сейчас мы поменяем на Белис. Белис работает вообще против мельдью, против аидиума и даже против мельдий. Другой класс веществ. Соответственно, поменяли, да, чтобы эту болезнь максимально прибить. И еще против мельдью очень хорошо работает термофильная часть. Ссылку на что это такое, как готовить и как он работает, я вам оставлю. Ну, единственное, что надо время на то, чтобы его приготовить. И тоже часто спрашивают, а как регулярно, как часто им обрабатывать, если идут дожди после каждого дождя. Потому что, к сожалению, препарат такой контактный, бактериальный, и он будет смываться дождями. Поэтому надо будет обработать часто. Ну, либо берем системные препараты, вот такие, хорошего действия. Вот Белис будет хорошо работать. Возможно, что-то еще, но опять же, это надо читать в описании к препаратам. То есть желательно, чтобы было какое-то лечебное, аккуративное действие. Если просто профилактическое, там сложнее, потому что препарат работает профилактически на профилактику. Дальше, продолжаем все зеленые операции. Подвязываем наши лозы, работаем с пасынками, стараемся не допускать, либо минимизировать загущение. Потому что загущение тоже способствует развитию заболевания. Напоминаю, на всякий случай, пасынки мы не выламываем, пасынки мы прищипываем, как правило, за вторым листом. На всякий случай отвлекусь, потому что предвижу, что кто-то спросит, а что с тем виноградом? Почему вот такой лист? Ну, ничего, просто лист решил постареть. Ну, возможно, каких-то немножко элементов не хватало. Вот стояло жарко и сухо. Ну, смотрите, верхний лист там абсолютно нормальный, все там хорошо. Нижний лист, чем ближе мы к осени, тем он скорее будет появляться. Вот такой желтенький на светлых сортах, красный на темном. Ну, пока что да, рановато, но было сухо, вот чего-то немножко кустику не хватало, но это не болезнь. Здесь куст чувствует себя абсолютно нормальный. Повторю еще раз, чем ближе к созреванию, тем чаще вы такую картину будете видеть на своих кустах, но беспокоиться об этом не стоит. Также, если виноград дорос до верхней проволоки, мы проводим его чеканку. Да, мы убираем верхушечки, но обязательно оставляем там хотя бы два неприщепнутых пасынка. Тоже для чего это важно, чеканка, не допускать загущения сверху. Смотрите, там нарастает молодой лист. Когда мы проводим обработки, да, вот этот лист, он больше получает препарат, он более защищенный со временем, он также становится более жесткий и менее восприимчиво к заболеванию. Да, а вот это вот молодая листва, в том числе и на пасынках, она будет более восприимчива. Соответственно, если у нас там наверху заведется кудло из молоденьких листиков, особенно вот в такую влажненькую погоду, то это как раз-таки прямой путь к болезням. Поэтому это надо делать тоже обязательно. И следующий этап – нормировка урожая. Недавно снимала ролик, основные принципы можно посмотреть. Лишние грозди мы убираем, чтобы разгружать куст, чтобы получить хорошую, красивую, вкусную, ароматную ягоду и вовремя. Вот я на втором участке, на более молодом. И здесь, видите, вот ягодка наливается, да, и уже по нормировкам более-менее понятно, уже вот на такой стадии можно их проводить. Но если вдруг у вас там вы уехали, вы отлучились, да, и ягодка налилась больше, ничего страшного. То есть нормировку урожая мы вообще можем чуть ли не до созревания проводить. Так что вот это такая обязательная работа. И она как раз у нас в июль попадает, но не прямо завтра. Если вы чуть-чуть подождете, то ничего страшного. И особенно по техническим сортам. Вот по столовым мы можем нормировать на таком уровне, по техническим мы можем нормировать позже, когда у нас начнет окрашиваться ягода. Хотя по этому сезону я предполагаю, что вот такая нормировка, она еще называется зеленый сбор, у нас как раз и попадет на июль месяц, но ближе к его концу. Начало июля нам еще позволяет провести подкормку винограда. Если вы кормите органическими удобрениями, настойный навоз, шикарно еще мы по срокам успеваем, вот уже после середины июля нежелательно. Но опять же смотрите, если у вас навоз свежий, да, это одно, там азота достаточно много, нам уже азот не особо нужен. Если навоз такой полежавший, перепревший, то смело можно кормить. Ничего страшного там не будет. Ну и в принципе, опять же, если свежий, видите, особенно кустики такие, не очень крепкие, тоже смело можно кормить. Оставьте его просто, когда он стоит у вас. Настаивается открытым, азот будет улетучиваться. Так тоже можно сделать, тоже вы спрашиваете пропорции. С пропорциями всегда сложно. Почему? Потому что разная почва, опять же разный навоз, разное состояние кустов. Ну, примерно, да, допустим, один к одному, один к двум, вы настаиваете навоз. И потом из этого всего под большой крупный куст, литра 3-4, ну, разведите в ведрах 2-3 вот это все. И пролейте. Можно развести и больше, в зависимости от того, насколько влажная земля, да, чтобы она это впитала. Если вы кормите минеральными удобрениями, то там уже тоже смотрите, вы примерно знаете свои сроки, тоже в июле можно покормить. Это уже будет какой у нас, какой-нибудь летний комплекс. Кто не кормил калием, тоже можно покормить сульфатом калия под корень. Еще он будет работать и имеет смысл, опять же, это сделать сейчас, не откладывать на потом, чтобы у нас не болела голова о вызревании лазы, потому что в скорости нам нужно будет об этом думать. И по нашим наблюдениям я не могу сказать, что точно это сработало, по той простой причине, что у меня не было с чем сравнить. Но вот на этом молодом винограднике два года подряд я подсыпала калий под кусты, вот где-то в середине июля, и после этого, там, недели через 2-3, уже были видны заметно процессы вызревания лазы. Возможно, это совпадение. То есть на 100% утверждать, что это сработало, я не могу, но тем не менее, вот мы теперь стараемся подкармливать калием. Калием можно было кормить весной, потому что основная потребность калия в период активного роста винограда и хорошо все давать вовремя, но калием можно подкормить и сейчас. Пропорции, написанные всегда на упаковке, смотрим для ягодников. И еще по подкормкам, смотрите, если видите какой-то хлороз, вот это пример магниевого хлороза, такой классический, да, но бывает какой-то поджелтевший листик, немножко неравномерно окрашенный, и вы понимаете, что, наверное, что-то не то, чего-то растению не хватает. Вот возьмите, просто подкормите микроэлементами. Как хотите, можно под корень, можно по листу, но в зависимости от того, как вам удобно внести это удобрение. Опять же, сейчас вот обрабатываете, да, профилактические обработки, добавьте в баковую смесь микроэлементы, да, дайте полный комплекс. Я, конечно, всегда склоняюсь к тому, что корневая подкормка, она более эффективна. но не всегда у нас получается внести то, что нужно, да, что-то кого-то может заблокировать, тем более, что нам, например, чтобы все наши 300 кустов подкормить, да, это сколько ведер воды надо потаскать, это сложно. Но там проще вот в баковую смесь добавить любой комплекс микроэлементов, здравийный, ливдрип, ну, что найдете? Микроэлементы для винограда, но не найдете для винограда, ну, просто возьмите какие-нибудь микроэлементы, комплекс, и будет нормально, как бы, все должно усвоиться, да, может, конечно, там, не сильно вы кустик полечите, но немножко ему какую-то витаминку дадите, и он скажет вам спасибо. Также напоминаю, что сейчас у нас активно наливается ягода, поэтому если стоит сухая погода, то виноградник можно и нужно поливать, чтобы эта ягода наливалась, у нас не было проблем в дальнейшем с треском. И вот пока что в первой половине июля прям можно поливать вообще хорошо, ну, смотрите, я же ориентируюсь на свой регион, да, уже ближе к моменту созревания, ближе к концу июля, уже немножко надо, ну, лучше чаще, но меньше, опять же, чтобы не спровоцировать треск, потому что может так получиться, что вот стояло сухо, да, стояло жарко, потом вы решили, а, надо виноградник, да, услышали, надо полить. Начинаете поливать, даете много воды, что ягоды трещат. Вот пока что можно, пока ягода совсем зеленая, даже вот уже с такой, вот с такой можно поаккуратней, она желтеть уже начинает потихонечку. А вот такую можно безнаказанно поливать, прямо много, прямо обилие, но опять же, если у вас сухо, у нас сейчас поливают дождики, так что пока что для нас это не актуально. Ну, а к созреванию уже будем сокращать поливы, да, поливать можно будет чаще, но меньше по количеству, опять же, для предотвращения треска. Если у вас как бы с этим проблем нету, если у вас нет большого перепада влажности в плане погоды, потому что у нас как бывает сухо-сухо, потом там августы дождики. Поэтому для нас это актуально, если у вас влажность более-менее стабильная, то в принципе для вас это не актуально, и можно этим не заморачиваться. И последнее, что нас может ожидать, это прореживание гроздей. Ну, смотрите, это тоже операция абсолютно необязательная, и она актуальна только для определенных сортов и в определенных условиях. Опять же, вот про треск поговорили, смотрите, вот здесь гроздочка, ну, очень плотная, да, еще посмотрите, ягодка небольшая совсем, да, а уже вот такая плотная-плотная шишка. Это пинонуар. У пинонуара тонкая кожица, и, соответственно, потом я могу столкнуться с треском, когда он уже начнет созревать. Я не хочу, чтобы ягода трещала, потому что я хочу, чтобы она нормально созрела, да, и мы ее вовремя собрали. Поэтому, что я сделаю, я эту гроздочку выстригу, выстригу вот здесь дорожку, да, и тогда ягодки не будут так вот нажимать друг друга, и, соответственно, вероятность треска будет гораздо меньше. Но, повторю еще раз, что эта операция, она нужна только для определенных сортов, вот, у которых вы знаете, да, у которых тонкая кожица, и при этом вы знаете, что у вас может быть такая нестабильная погода по влажности. Скорее всего, что на конец июля у нас выпадет еще и осветление гроздей, то есть удаление нижних листьев в зоне грозди. Ну, посмотрим. Я так предполагаю, что по срокам мы уложимся в июль, но все может быть по-другому. Поэтому, когда надо будет сделать эту работу, я выпущу ролик и обязательно вам об этом напомню. Основные виды работы мы с вами обсудили, но, конечно, самое главное, это профилактика против грибковых заболеваний, для того, чтобы нам получить с вами хороший и качественный урожай. Надеюсь, ролик был вам полезен. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео нажав кнопку еще. Ссылка на другие полезные видео. Ссылка на каталог наших сортов винограда. Обновление его будет ближе к концу августа. И наши контакты. До новых встреч!